Ну что, ребята, у нас стартует шестой спецучасток, и наши команды по полной программе, оставляя за собой клубы пыли и преследователей позади. Ралли-марафон «Дакар» приближается к своему экватору. Сегодня в программе шестой этап легендарной многодневки. Уже завтра участников ждет долгожданный день отдыха, но пока полная концентрация на гонке, работаем. Сегодня участников ждет второй кольцевой этап вокруг Риада. Штурманам придется быть чрезвычайно бдительными при определении трека среди множества пересечений первой части спецучастка. На середине этапа покажутся дюны протяженностью около 40 километров. Тот, кто одолеет этот участок, сможет выжить на все 100 на скоростных дорогах в конце спецучастка. Для начала информация об очередных штрафных минутах, начисленных по окончанию пятого этапа, на котором экипажи команды «Камазмастер» заняли первые четыре места. Две минуты пенализации за превышение скорости не повлияли на положение Андрея Коргинова. Он сохранил первое место. Минута штрафа за аналогичное нарушение для Антона Шибалова привела к обмену третьим и четвертой строчкой в табеле о рангах с Эдуардом Николаевым. Произошли изменения и в нижней части таблицы этапа. Голландец Мартин Ванденбрик – пять минут штрафа. Потерял одно место, пропустив вперед своего соотечественника Виктора Варштейнена. А Мартин Мацак – 12 минут 50 секунд – выпал из топ-10, разом опустившись на 18-ю позицию. На положении первой десятки в генеральной классификации эти перестановки никак не сказались. Второй за два дня кольцевой маршрут составил 348 боевых километров. Экипажам на автомобилях в пятницу предложили повторить спецучасток, на котором ранее ездили представители зачетов мото и квадро. Тогда как мото-гонщики отправились покорять 404-й километр севернее Эрияда и завершили спортивный день досрочно. Шестой спецучасток был остановлен на первой нейтрализации из-за состояния дороги. Трасса из-за вчерашнего проезда легковых и грузовых автомобилей после недавних проливных дождей стала просто непроходимой для мототехники. Таким образом, результат зафиксированный на основе тайминга, полученного на 101-м километре. В зачете мото еще одна победа в копилку Сандерса и ГАЗ-ГАЗ. В общей классификации продолжает лидировать Сэм Сэндерленд. На втором месте Матиас Волкнер на КТМ, плюс 2 минуты 39 секунд. И на третьем месте Дэниел Сандерс, ГАЗ-ГАЗ, плюс 5 минут 35 секунд. В классе Ориджинал Бай Матюль лидирует литовец Арунас Гелазненкас с большим отрывом в 48 минут 21 секунду. Первая часть пути для автомобильного и грузового зачетов стали проверкой для штурманов. Канал изобиловал многочисленными следами. Не сбившиеся с маршрута в эти 72 километра экипажи выбрались на быстрые скоростные связки. А после третьей дистанции ландшафт кардинально сменился на каменистую поверхность. Дорога стала пролегать через каньон. Дальше в работу на командный результат снова подключилось умение штурманов быстро ориентироваться в электронной дорожной книге в незнакомой местности. На равнинной участке среди десятков следов найти правильное направление было совсем непросто. В заключительные 40 километров организаторы ввели гонщиков в мягкие дюны уровня первой и второй сложности. На этом отрезке опытные экипажи имели возможность отыграть потерянные ранние минуты и изменить ситуацию в свою пользу в раскладах по итогам дня. В классе ССВ на шестом этапе Сергей Корякин занял третье место с отставанием от лидера всего в 3 минуты 6 секунд. Переместился в генеральной классификации на восьмое место с отставанием от лидера Родриго Лупи де Алибера на 2 часа 28 минут 51 секунду. В классе Т1 первое место за пилотом Орландо Таранова, второе место у Матиаса Экстрима на электроауде с отставанием в 1 минуту 6 секунд от лидера. Замыкает тройку в группе внедорожников Изит Аль Раджи на Тойоту плюс 1 минута 49 секунд. Все три лидера генерального зачета показали на этом участке не самое хорошее время. Насер Аль Атья на 10 месте, Себастьян Луп на 30 месте, шестого спецучастника. В генеральном зачете класса внедорожников уверенно лидирует Насер Аль Атья с временем 20 часов 37 минут 24 секунды. За ним Изит Аль Раджи с отставанием в 48 минут 54 секунды и замыкает тройку лидеров. Себастьян Лёг, сместившийся со второй позиции с отставанием от лидера в 50 минут 25 секунд. У российских экипажов на внедорожниках сегодня были проблемы с навигацией и проколами колес. В генеральной классификации экипаж Васильев-Уперенко на 7 месте. Кротов-Жильцов на 33 месте. У них сегодня были проблемы в канале. Тройка российских экипажей под управлением Андрея Коргинова, Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева всю дистанцию прошла без остановок в зоне видимости друг друга. На финише грузовики Камаз-Мастер разделили секунды, а время выигрыша во второй подряд этап Коргинова составило 3 часа 16 минут 16 секунд. Высочайшая плотность результатов 18 экипажей после 157 километров уместились в промежуток 11,5 минут. В очередной раз напомнило цену ошибки на Дакаре. Среди тех, кому не повезло проколоть колеса, оказались Антон Шибалов. На стартовом отрезке спецучастка его грузовик разом повредил две шины Акана. Слабым утешением для пилота могут послужить условия, в которых это произошло. Сильнейшая пыль от впереди идущих модели сдеходов серьезно ухудшила видимость на трассе. После отметки в 221 километров Шибалов показал 13-й результат в грузовом зачете. Но вновь набранный гоночный темп позволил ему пересечь финиш седьмым временем всего 11 минут отставания от Коргинова. Триста, какой-то большой камень, что-то между ними едем. Аккуратнее влево на руку, заезжаем. Что здесь, что-то лево. Вот там камень, не левее, грустно. Здесь правее и влево. Русло. 40. Каньё не едем здесь. 200 прям по левой. И он дальше прям по левой, не уходи. Вот она. Вот она, подъём. Подъём. Здесь с холма левее и по правой дороге будет с холма левее и по правой. Вот тут 320 по правой, если хотите по правой, здесь, да, наш курс. Здесь промоен аккуратно. Здесь 3-ка, амрон, значит, 500 ямой острые. Вот знак, там плохая дорога. Здесь 3-ка, амрон, значит, деревья. Два знак, ямой острый. 200, русло, 3-ка. 100 русло, 3-ка, два знака. Здесь скоро, русло, 2. Едем. 500 русло, пересекаем, и на подъём правее, и потом левее на подъём. 200 русло, пересекаем, и на подъём левее. Вдоль горы туда. Здесь русло, правее, и пересекаем, и левее на подъём. Да, здесь левее на подъём. 300, да, за горой, направо там, где левее, на подъём. 200, направо, за горой. И на подъём пересекаем русло, здесь направо. Подъем, точку берем, и подъем, на месте берем, точку пересекаем русло. В идеале сейчас еще проедем немножко и правее в русло, надо туда на подъем идти. Куда на подъем русло пересекаем, правее на подъем. Подъем. Да-да-да, туда. Комедийские твилистые подъем. И на выходе будет промо экскурс. Правая подъем. Да, вот этой корой сейчас налево-назад. Пойдем через 200. Налево-назад. Налево-назад. Через 100 налево-назад. В 40. Налево-назад. В 40. Свои лучшие результаты на Дакаре 2022 показали претенденты на призовой подиум в грузовом зачете. Алиш Лапрайс плюс 5 минут 16 секунд к времени лидера и Мартин Ванденбрик плюс 5 минут 35 секунд. Но на финише стало известно, что Мартин получил плюс 5 минут за превышение скорости в зоне нейтрализации. На четвертом месте оказался Герт Хузинг, ставший на Дакаре первопроходцем в области гибридных двигателей в грузовом зачете еще в 2020 году. Два подряд победных спецучастка позволили Андрею Каргинову существенно сократить отставание от идущего четвертым в генеральной таблице Януса Ван Кастерна с 53 до 33 минут. Сам же голландец на Ивека теперь проигрывает больше часа лидеру зачета Дмитрию Сотникову. Суббота станет для каравана роллерейдом днем отдыха. Как часто бывает, этот день будет посвящен приведению техники к полной готовности на вторую часть Дакара. Суббота станет для каравана роллерейдом днем отдыха. Beimasi изnost тренировка Сотников Conservation designed и 那об牛飯 300 см между промоен, 30 смoney резать 200 см между промоен и резать800 см. Будет крудой правой внимательно. Порья на право-назад PGN-75 Suho Держим правую дорогу на спуске, скопку налево и спускаемся налево. И по каньону сидим по отрезанию моего. Сейчас мы рассекаем русло. Русле грязно. 300 пересекаем левое русло. 100 пересекаем русло налево-направо. 500 в дороге имеем, потом налево-назад, подъем триал. 100 пересекаем русло. 100 пересекаем русло. 100 пересекаем русло. По левой, 100 налево-назад, держим крайнюю левую, налево-назад, на подъем. Налево-назад, на подъем. Машины еще не приехали и все в ожидании. Причем это не только в лагере и биваке команды Камазмастер, но и во всех других командах. Механики ждут боевых коней для того, чтобы проверить, что же им привезли с боевого участка по ремонту, исправить это и подготовить машины к следующему боевому дню. Пока нет ребят до начала ремонта. Чем занимаетесь? Обдумаю, предстоящую работу, что буду делать. Если уже известно, поломки какие-то. То есть они после того, когда финишируют, в принципе, уже могут сообщить, что у них есть. Ну да. Как сегодня? Есть какая-то информация? У Антона два колеса пробитые. Пока наша команда после спецучастка едет по Леозону, давайте посмотрим с вами ближе на машину техобслуживания боевых Камазов. Пради меня стоит техничка на боевых Камазов. Комплектованы все запчасти данного автомобиля К5, которые непосредственно стоят рядом с машиной. Сколько машин обслуживает именно эта техничка? Данная техничка обслуживает два автомобиля К5. Находится все необходимое для того, чтобы обслужить автомобиль. Тут круглогловые запчасти. Мост, раздатка, передача. Гордан. Все, подрессоры у нас. Моторные части. Тут пищевые ящики пилотов. По два человека, плюс на двоих какой-то запасной ящик. Тут тоже у нас запчасти. Вот здесь как раз душ, да? Да, здесь душ вот вышли. Сложно тут ничего нету. Ряковина, ригаль, вода. Соответственно, душ. Тут есть у нас еще вода. Горячая-холодная. Горячая-холодная. Если кто-то хочет попить. Потом есть у нас так же квас, лимонад. Тоже вот буквально. Молить. Попить квас. Тут же непосредственно для работ перстак. Есть инструмент, который необходим для работы. Приковерты, шлифоверты, полгайка. Попить квас. Тут инструменты у нас. Тут же ключи. Пилотки. Чтоб быстро закончить работу. Тут у нас микроволновка. Можно подогревать еду. Если кто-то предполагался. Точнее, у нас владельник. Весь заполнен едой. Так же есть мой озильник. Хорошо. Тоже так же у нас вещи. Кипар. Я же мне прям выдержу. Можно показать, что такая. Вот сумка. Получается, она у каждого подписана. Да, есть сумка. Подписано все. Если даже сумка лежит, можно узнать, чья это сумка. Ну, тут так же есть компрессы. Подача врункута. Масла. Все масла у нас используются тоталем. Здесь находятся пустоузловые. Есть уже вобрежденные детали. Складываем. Перептеря. Поворотные узлы. Балка. Раздатка. Когда мы уже выдвигаемся на другой бивак, соответственно, я как пассажир, водитель сейчас в данный момент спит, отдыхает. Вот нас двое в акипаже. Соответственно, когда приезжаем на другой бивак, раскладываемся, как вы сейчас видите, приезжаем раньше всех, дожидаемся камазов. Боевых камазов. Сколько человек здесь работает в механике? Ну, на каждый автомобиль у нас по три механика. Плюс механик, который ездит в экипаже. Но 12 часов ночи он уже ложится спать. Остаются только основные механики. Шесть человек работают на данной техничке для обслуживания автомобилей, для томасов. Здесь вывешиваем каждый день списки. Генеральный зачет по автомобилям. Здесь спецучасток, участок. Как автомобиль прошли в данный участок. Ребята приехали, да? Да, ребята. Полагаю. Первая машина, которая приехала на Бивак, это машина Андрея Коргинова. Связано это с тем, что сегодняшний шестой этап ралли Дакар 2022 выиграл Андрей Коргинов. Как машина? Да, в порядке. Хорошо сегодня? Как коробка сегодня себя ведет? Подписчики спрашивают, все ли нормально с коробкой? Да. Все идеально, все работает, все нормально. В общей сложности что это было? Это был блок управления, да? Или что-то там, какая-то касава, что это было? Ну да, какой-то глюк там в электрике затесался, я думаю, что может быть из-за воды, может быть из-за тряски что-то тревнуло. Ребята все устранили, да? Да, все хорошо. Но это как раз то, про что я говорил. Пока боевых машин здесь не было, здесь на Биваке все было тихо и спокойно. Как только приехали машины, сразу закипела работа. Каждый занимается своим делом. Магдан, расскажи, ребята что-то привезли предварительно по ремонту? Ну, пока из-за того, что они привезли колесо, остальное вроде все в порядке. Сегодня будет у нас тщательный осмотр, чтобы завтра уже приступить к таким серьезным работам, так скажем. Это замена рессор, так что может быть тормозные колодки поменяем, если по состоянию посмотрим. Как часто вы меняете масло в двигателе? Масло мы меняем в районе где-то от 4 до 6 тысяч. Но там по моточасам идет больше. То есть даже не по километражу, по моточасам. То есть каждый этап не меняется? Нет, каждый этап нет. Постепенно начинают съезжаться все КамАЗы на Бивак. Две машины уже на месте. Дмитрий Сотников, Андрей Коргинов, и вот подъехал Эдуард Николаев. Ждем Антона Шибалова. Сегодня, я как понимаю, у Антона Шибалова проблемы с колесами были? Ну да, я по видео посмотрел, вроде он проколол одно колесо. Ну, в принципе, я мониторил и по времени получалось, что он проколол колесо. Что сегодня, значит, будет делать полностью, перебортировать? Ну, на дне отдыха тут много, что будет меняться, но мы, наверное, все колеса поменяем на всех машинах, чтобы после дня отдыха все выехали на свежей резине. Это новые или это бэушные? Нет, это все новые колеса, абсолютно. Ну, нет, здесь какие-то вот уже стопки, это использованные, то есть мы их не выкидываем, но нам надо их завести обратно и остальные вот новые колеса. У техничек на крыше там тоже новые колеса лежат. Вот сегодня будем перебирать все колеса. До дня отдыха доехали, можно выдохнуть. Готов? Готов? К отдыху? Да. Я поздравляю тебя, экватор. Можно голову помыть, в душ сходить, комбинезон постирать. Да, спасибо большое. Спасибо. Какие планы на отдых, помимо того, что ты сейчас перечислил? Планы. Вот наш план стоит, который нужно на сегодня время и завтра практически освежить автомобиль, посмотреть все, какие есть нюансы, трещинки, все полностью, чтобы еще ровно неделю машина так же, как в начале гонки отработала эту неделю, то и следующую точно так же. То есть у нас предстоит плановые работы, запланированные, еще дома. то мы фрессоры будем менять, осмотр трансмиссии, амортизаторов, двигателя, шин. Трещины посмотрим, порядок приведем. Ну и сами немножечко наберемся сил. Завтра, может быть, чуть-чуть побольше получится хотя бы на полчаса поспать. Уже хорошо. На Дакаре 2022, как, собственно, и на предыдущих Дакарах, есть один очень интересный класс. Класс называется Original. Суть его заключается в следующем. Пилоты квадро- и мототехники используют свой мотоцикл без какой-либо технической поддержки. То есть у них есть вот такой красный, пойдемте, у них есть вот такой красный запирающийся ящичек, у них есть стульчик, у них есть табуреточки для ремонта, подставка и мотоцикл. Все они ремонтируют, все запчасти у них лежат здесь. Он его сам отремонтировал, сам сделал, сам на нем поехал. На следующий бивак ему привозят вот этот ящичек, все должно поместиться в этом ящичке, и он сам его опять ремонтирует, сам делает, сам едет. Хороший такой челлендж на испытание себя. У нас этот челлендж первой девушкой, которая проехала этот класс, была Настя Нифонтова, и, надо сказать, у нее это получилось. Завтра всех участников ралли-марафона Дакар-2022 ожидает долгожданный день отдыха на Биваке. Прямо в столице Саудовской Аравии Эриад. Для многих участников день отдыха это важная промежуточная цель. День разделится на техническое обслуживание, необходимое, чтобы вернуться в дюны, и отдых в прямом смысле этого слова. Экватор гонки пройден, и это отличная новость. Друзья, большое вам спасибо, что поддерживаете нашу любимую команду. И не забывайте подписываться на наш канал. С вами был Богдан Балычев и ежедневные дневники с Дакара 20-22 команды КАМАЗ-Мастер. Спасибо, что были с нами. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok